Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях со своим особым мнением Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы» ведётся, RTVI функционирует, SMS-ки принимаются всё как всегда. И для начала, Кирилл, хотел бы спросить вашего мнения по поводу такого интересного решения. Общественный совет при Министерстве культуры намерен добиваться переноса премьеры британского фильма «Комедия смерть Сталина». А Сталин-то в комическом виде чем не угодил, как вам кажется? Кажется, уже решение о том, что и прокатное удостоверение отозвано, уже принято, так достаточно оперативно. Но это надо рассматривать, мне кажется, вообще в широком контексте того, что в стране происходит. И мне кажется, один из основных таких драйверов нашей политической жизни или общественной жизни в последнее время – это вот такой конкурс между разными чиновниками и вообще ответственными лицами, или их там волонтёрами какими-то так называемыми, кто сможет подать тревожный звоночек. Вот эта история про студента, который, значит, тревожный звоночек в отношении диабетиков подал в конце прошлого года, это всё даже укладывается, это такая особая, как было принято раньше говорить, политическая культура. Вот вы сидите в общественной палате, как вот тот господин, который смертью Сталина озаботился первым, пожигая, кажется, его фамилия. Да, общественный совет при Минкульте. Да, да, значит, вот, и вам нужно как-то показывать, что, в общем, вы сидите там не зря, что вы заняты полезным делом, привлекать к себе внимание, отчитываться о проделанной работе, а есть единственный способ, в общем, это делать, почти единственный такой заметный, чтобы мы обсуждали, чтобы вообще было видно, что человек не зря сидит там вот в этом своём совете. Это вот, ну, как бы, да, звоночки раздавать, звенеть. Вот, и самое опасное, мне кажется, во всём этом, что складывается иногда такое впечатление, что уже никто ничем не занимается в российском государстве и вокруг него, а все соревнуются, у кого более такой, вот, звоночек более такой голосистый, кто ещё больше проявит лояльности, патриотичности, бдительности, моральных ценностей, кто ещё больше нам подвезёт. Вот, и это вот, то есть, мне кажется, что вообще госаппарат парализован борьбой за моральные ценности. То, что эти люди, вот они, ну, это в данном случае общественный совет, а потом ведь чиновники дальше всем этим занимались, они, мне кажется, больше ничем не могут заниматься, потому что всё время то, значит, ульяновские курсанты ветеранов оскорбят, то, значит, какой-нибудь фильм не так снят и ещё в Россию завезён, то, значит, там, не знаю, российский кинематограф угнетают и вот... Паддингтонов показывают. Да, показывают этих медвежат нерусских нашим детям. Вот, и если представить себе объём работы просто, который здесь должен быть проделан, ну, то есть, знаете, мы все, вот, много лет там уже говорится про то, что там полиция в России, там у нас очень много полицейских, и в основном они заняты тем, что отчитываются о проделанной работе, да, там закрывают статистику, палочная система. А здесь вот такая палочная мораль, причём, ну, это нигде не прописано, вряд ли у Минкульта есть какая-то разнарядка, сколько моральных событий вы должны зафиксировать и в других структурах, но здесь уже просто чиновники сами и там волонтёры, эти общественники, они выстраиваются в очередь, кто больше отчитается, возьмёт под козырёк насчёт всяких аморальных событий. И, конечно, поразительно, что никакого описания того, против чего такого мы, собственно, в этой сфере боремся, нету. То есть нету, нельзя точно сказать, где границы вот этих самых моральных норм, потому что моральные нормы очень подвижны, их можно там передвигать всячески, вот в зависимости от обстоятельств. Вот теперь выяснилось, что, оказывается, у нас Сталин известен не как такая, ну, даже для очень таких консервативно настроенных людей, как, конечно, как минимум противоречивая фигура, а он у нас в первую очередь всё-таки полководец, в войне победил. И вот опять же выясняется, что и смерть Сталина, это тоже там оскорбление памяти о войне, вот этих символов, связанных с Великой Победой. Ну, я вам всё-таки процитирую. В ленте оскверняются наши исторические символы, советский гимн, ордена и медали. Да, ну вот этот сюда как раз, да. Очень хорошо. Скажите, а вот вы говорите, что невозможно понять, куда ещё там упадёт взгляд этого борца. А вы-то чувствуете, где вот общество отзывается? Потому что, смотрите, оскорбляли у нас тут государя-императора, а вот не смогли его сделать этим символом историческим. Всё-таки недозволено. Фильм показали, и всё как-то спустили вроде бы на тормозах. А вот с этим... Ну, понимаете, у государя-императора была своя группа лоббистов. Как раз, причём именно те люди его и лоббировали, в смысле фильм учителя, как раз те люди примерно и лоббировали, которые сейчас запрещают фильм про Сталина. Вот как. Ну, да, потому что ведь Мединский много раз высказывал, что всё-таки вот здесь уже перебор. Вот мы, конечно, бдим моральные ценности, но всё-таки Матильду можно смотреть. Вот художник имеет право на своё мнение. Вот. А сейчас, ну, ну что, ну, да, может быть, наверное, если бы мы провели соцопрос, наверное, Сталин у нас пользуется более такой, более трепетным вниманием в российском обществе, чем Николай II, но про Сталина ведь достаточно много есть фильмов, которые были сняты в последние 30 лет, в том числе и в России, и Сталин в них часто показан, ну, достаточно вспомнить, что вот режиссёр Соловьёв как раз около 30 лет назад снимал, как там был Сталин показан. Там, в общем, ну что, тогда получается, что нужно с этим тоже как-то бороться. Вот, кстати, здесь ещё интересный вопрос, почему именно в кино, почему проблема именно в том, чтобы показывать это или не показывать это в кино. Да, почему вот не надо тогда, если уж мы такие моралисты и боремся за святость наших медалей, то почему нельзя, не нужно, я никому, конечно, не хочу подсказать здесь, что нужно ещё сделать, да, но так просто по логике вещей нужно взять, значит, архивы постсоветских фильмов, все их пересмотреть и просто, значит, ну, сказать, что всё это там, не знаю, оскорбляет нашу память, и нужно это каким-то образом вычищать там из интернета, никому не показывать и так далее. Ну, тот же фильм Соловьёва, там, красная роза, эмблема печали, да, это вот абсолютно всю дожность. Ну, советский гимн оскорблять, я уж не знаю, как это, как определяется, что оскорбляет гимн, что нет, ну, просто, я не знаю, начали уже довольно давно, и в том числе написав на него другие слова, неоднократно. Ну, ещё при советской власти слова гимны переписывались, поэтому, я так понимаю, что это вообще очень такой универсальный гимн, и можно, знаете, написать, ну, вот, допустим, если себе предположить, гипотетическую реальность, где Россия становится, не знаю, Исламской республикой, вот тоже можно взять просто вот ту же самую музыку, и, наверное, какой-нибудь талантливый поэт напишет для, значит, такого халифата подходящие стихи. Кто нас вырастил там на благо народа и... И вдохновил. Да, и на труд и на подвиги нас вдохновил. Так что здесь проблемы, конечно, нету, то есть, ну, это такой у нас очень гибкий пластилиновый, пластилиновая мелодия, которая ко всему годится. Но я думаю, что действительно, вот основная проблема здесь в том, что нельзя определить, нельзя ответить на вопрос, что именно оскорбляет память, историю, символы ветеранов. Мне вот прислали в интернете хорошую картинку, там написан, там нарисован такой круг, ну, просто круг черный, и подписано, вам кажется, что здесь ничего не изображено, просто круг, а на самом деле вас уже трясет, потому что это в явной форме оскорбляет память ветеранов. Вот, мне кажется, что это вот такое определенное абсурдистское резюме всей этой дискуссии о том, что, в принципе, действительно нет такой вещи на планете, которая не оскорбляет память ветеранов. Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и я бы хотела какое-то вот ваше ощущение понять. Вам кажется, что это тренд, это движение развивается дальше, или оно все-таки должно прекратиться? Ну, видите, его трудно понять, что его может остановить, то есть в какой-то момент времени казалось, что, условно говоря, ну, понятно, что фигура там президента Путина, она такая, как бы устроенная, вокруг него есть несколько группировок, что-то ему там на ухо нашептывает, у него у самого есть какие-то идеи о том, как мир устроен. И вот многим казалось, что там в силу рациональности, в силу, исходя из идеи там того, что власть нужно сохранять, в какой-то момент времени Путин может такой либеральный окрик устроить, знаете, что, ну, хватит все-таки, вот православие хорошо, но все-таки как-то в меру, вот нельзя вот в этот самый халифат превращаться. Вот, но сейчас это все длится уже достаточно долго, и понятно, что такой окрик становится все менее вероятным, не обязательно от Путина, но откуда-то, из каких-то высокопоставленных структур, наверное, все-таки от него в первую очередь, просто потому, что все больше возникает ощущение, что как раз легитимность российской власти и как раз и строится на этой конкуренции за святость. То есть вообще вот возникает за последние, наверное, года 3-4, в том числе и в контексте Крыма, возникла вот эта связка святости и власти. Власть свята, святость наделена властью, и кто больше говорит о святости, тот и, в общем, прав. И проблема заключается в том, что этот, когда вы начинаете такие аргументы в политике использовать, то это вызывает такую цепную реакцию, ну, такая цепное благочестие какое-то возникает. То есть раньше, например, казалось, тоже я где-то говорил уже об этом, что раньше казалось, что, например, министр Мединский, вот он самый главный наш консерватор. А потом выяснилось, что такая толпа министра Мединского оттесняет от звания главного консерватора, что вот ему сейчас приходится, может быть, смерть Сталина запрещать, чтобы тоже хоть как-то показать, что он тоже за наши исторические ценности выступает. А не против, как кто-то мог бы подумать. Это Кирилл Мартынов со своим особым мнением. Не забывайте писать. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Твиттер-аккаунт вызван. Мы вернемся через несколько секунд. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». В студии редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. И вот что нам пишут наши слушатели. Например, Владимир считает, что надо просто игнорировать подобные вбросы, по-моему. Поэтому ясно, что это маневры для отвлечения людей от насущных проблем России. В связи с обсуждением фильма «Смерть Сталина» и так далее. Вы же помните, у нас это вообще такое, ну, тоже наша, как сказать, ценность такая. Это они все отвлекают народ. Вот что бы ни происходило, отвлекают народ. А сейчас действительно работает такая система? Вбрасываются, как вам кажется, вот темы специальные для отвлечения от Сирии, Крыма, Путина. Знаете, я бы не стал, ну, тут понятно, что легко скатиться в какую-то конспирологию, да, потому что там любое событие можно рассматривать как, поскольку событий вообще много происходит, и, ну, разные люди считают разными разные события. Поэтому любое событие можно представить как отвлекающий маневр, который инициирован кем-то для того, чтобы отвлечить чего-то другого. Я думаю, что здесь вот в той формулировке, как вы и процитировали, мне кажется, чуть надо скорректировать нашу установку. Речь идет не о том, что кто-то кого-то от чего-то отвлекает. А дело в том, что вообще есть такая все расширяющаяся сфера идеологической информации. Знаете, как вот в Советском Союзе сейчас все по-другому сконструировано, но идея осталась общая. В Советском Союзе вот произносились какие-то правильные речи, ну, там, не знаю, там, да, там, значит, блестят витрины магазинов ФРГ, но нерадостно простому работнику, Рождество он, значит, встречает безработным, да. Вот зачем это произносилось? Ну, это вот так работала советская идеология. Она, в общем, строилась там из многих повествований такого типа. В какой-то момент времени никто уже в это не верил, но все равно это все по инерции работало. Вот у нас складывается такая наша новая-старая идеология, вот, собранная из всего хорошего, что мы нашли в истории, из дореволюционной России, из Сталина, из советских вот этих штампов. Вот, и она предполагает, что постоянно, вот, не знаю, ну, вот, допустим, сейчас последний материал, который я вот в заголовок видел, это что вот Джордж Сорос признал свое поражение в борьбе с Россией, об этом сообщает РИА Новости. Такое, например, информационное агентство, оно исследовало фактуру и пришло к выводу, что вот Джордж Сорос, он долго бился с Россией, но Россия оказалась вот суровой неприступной крепостью. Вот, и дальше мы, конечно, можем долго обсуждать, да, там, признал ли он действительно, что это было, зачем вообще об этом говорить. То есть это такая сфера идеологии, которая всегда нужна для того, чтобы, ну, как-то вот, как это, прикрывать реальную жизнь. Да, реальная жизнь, конечно, не из этого состоит. Но в этой новости вот про запрет смерти Сталина есть один реальный момент, тем не менее, да, при том, что в основном она идеологическая. Это, как ни странно, для меня это история про такое человеческое достоинство. Ну, условно говоря, я хотел сходить в городе, в котором я живу, в своей родной стране, на тот фильм, который мне по каким-то причинам, ну, например, для того, чтобы написать на него отрицательную рецензию. Мне он интересен. И вот собираются какие-то чиновники, которых я, в общем, туда не делегировал, полномочий я им таких не давал. В Конституции написано, что, в общем, не их это дело и так далее. И они сказали, нет, дорогой друг, ты не можешь пойти посмотреть в кинотеатре это кино, потому что мы решили, что это кино оскорбляет орден или медаль. Вот, и это совершенно, мне кажется, хамская такая повестка, конечно, структурно напоминающая историю про борьбу с пармезаном. Потому что там меня, например, вот, мне кажется, до сих пор мы эту историю как-то до конца не прочувствовали. То есть приходит чиновник, залазит в холодильник к россиянину и говорит, так, что у тебя здесь лежит, дорогой друг? Вот это можешь оставить, а вот это убери. Потому что, значит, это, в общем, у нас геополитическая обстановка сложная, поэтому ты должен есть строго ограниченный список продуктов. И с тем, что я могу или не могу смотреть в кинотеатрах, такая же история, конечно. Но разве общество не в массе своей не отвечает радостно на этот запрос? А дело в том, что, понимаете, вот мы вообще можем... То есть чего нам не хватает, мне кажется, в России всем, да? Это вот эта история о том, что, по большому счету, в современном мире мы вынуждены жить рядом с людьми и, по крайней мере, друг друга не уничтожать ни физически, ни культурно, которые наших взглядов не разделяют. Ну вот есть люди, которые считают, что «Смерть Сталина» — это ужасный фильм. Я не смотрел, понятия не имею, хороший он или нет. Но вот они считают, что он ужасный, они тоже, кстати, его не смотрели, и его нужно запретить. И действительно говорят, ну что это, вот вождь лежит в луже своих выделений, да ну как так можно? Нет, ну никогда такого не было. Он всегда стоял на трибуне Мавзолея всю свою жизнь, и, в общем, очень красиво и в кителе, и с усами. Вот, ну эта позиция, с моей точки зрения, абсурдная, но я не хочу ее запрещать, да. То есть, ну, пожалуйста, люди, если так считают, они могут, там, не знаю, пикетировать кинотеатры, где идет эта премьера. Они могут ставить с табличкой напротив, там, ну, не мешать другим людям и говорить, ужасный фильм, как вы можете это смотреть, ироды. Вот, а я, соответственно, ну или там кто-то еще может пойти посмотреть этот фильм, и если он мне понравится вдруг, то я скажу, нет, вы не правы, и на самом деле это надо всем посмотреть, потому что это продолжает вот в такой иронической форме, в рамках черного юмора, дискуссию про, значит, нашу родную страну с такой сложной судьбой. Вот, мне кажется, что вот, вот, как бы, такой гражданский мир, и вообще даже не столько гражданский мир, сколько, ну, какой-то, какой-то современной жизни, она так выглядит. Есть люди с разными точками зрения. Кто-то одобряет, может быть, их большинство запрет, например, фильму. Хорошо, одобряйте, пожалуйста. Причем здесь чиновники. То есть, как бы, у нас всегда, вот, видите, переходят еще со времен, пусть сирает, с эпохи даже пусть сирает, у нас вот этот вот переход всегда действует. Если мне что-то не нравится, давайте запретим и посадим. Ну, нет, вообще говоря, у нас, по крайней мере, если мы прочитаем те формальные принципы, записанные на бумаге, на которых вроде бы должно строиться наше государство, у нас вообще нет такой идеи. Так что у нас, все можно, все позволено? Ну, как бы как, у нас, пока у нас, значит, вот, там, демократическое, светское государство, защищающее свободу совести, свободу слова, как написано в одном тексте, да, то у нас, в общем, до тех пор, пока мы не нарушаем законы, все позволено. Скажите, вот вас лично, вот Кирилла Мартынова, что может привести вот в такое состояние, что нет, но вот этого делать нельзя, показывать фильм, спектакль, снимать ролик, выкладывать в YouTube, где для вас проходит грань запретного? Если честно, я думаю, что меня очень многие вещи могут так задеть, и думаю, что всех нас, существуют вещи, которые задевают всех нас. Но я, правда, не понимаю, почему в качестве третейского судей в этом споре должно либо привлекаться государство, либо государство должно становиться основным актером в этой пьесе, да, почему всегда должен на сцену выходить прокурор? Вот мне, например, что-то не нравится. Я говорю, слушайте, ну как вы могли, а вообще, ну посмотрите на себя, ну это же просто кошмар какой-то, немедленно прекратите. А кто-то другой говорит, да нет, все нормально, чего ты переживаешь, да? Как возникает потребность человека в мундире, который выходит? Я вот понимаю, что вот Мединскому ему как-то эстетически нравятся люди в мундирах. Я не знаю, есть ли у него мундир, черт его знает. Вот, ну и многим другим людям тоже нравится. Честь мундира, вот еще важная штука. Ну там нет, там с мундиром все что угодно происходит, там и честь происходит, это бесконечная история. Я просто, правда, не понимаю, почему обязательно кто-то должен выходить как вот с карающим мечом в мундире и так далее. Потому что человек беззащитен. Нет, ну посмотрите, если... Он хочет, чтобы его кто-то защитил. Послушайте, если я считаю, что моральная правота на моей стороне, то мне кажется этого достаточно. То есть меня же не заставляют насильно смотреть фильм, который я считаю аморальным. И мне не запрещают говорить о том, что этот фильм очень плохой. И я неправду не понимаю, почему всем в России систематически, ну не всем, но очень многим, оказывается вот этой повестки недостаточной. Пожалуйста, вам не нравится фильм, а судите его. Вы имеете на это полное право. Нравится вам ролик вот тех же ульяновских курсантов, гражданской авиации, прошу заметить. Честно сказать, я его не смотрел, я видел только скриншоты, да. Но я там по скриншотам, ну в смысле по картинкам в интернете понятно, о чем ролик и песню я слышал тоже где-то на радио. Вот. Я к нему нейтрально отношусь, то есть я как бы не могу его поддерживать, потому что мне он неинтересен просто. Ну в смысле, ну сняли, они сняли. Но я совершенно не понимаю, почему они не могли этого делать или почему нужно к ним опять же приставлять какого-то начальника, который должен покарать. Ну хорошо, честь мундира, честь учебного заведения, хотя это и гражданская авиация, но все-таки там куражки, погоны и так далее. Здесь как бы как... Для вас нет ничего святого, я вижу. Ну я вот не уверен, кстати, из моей позиции, вот как я сейчас ее описал, я вообще говоря заявил, что для меня может быть, не знаю, неограниченное количество вещей свято, ну в смысле любое, да. Правда, я не думаю, что это должно регулировать государство. Вот. Почему последовала такая странная реакция? По-моему, это первый случай, когда пошел вот этот флешмоб в поддержку. Или просто людям нравится... Ну знаете, по-хорошему нам надо... Вот здесь есть отдельная, то есть как бы реакция на этот ролик, она такая двухступенчатая и даже более многоступенчатая. Сначала чиновники возмутились, опять же, в той же логике, которую мы уже обсудили по поводу смерти Сталина. Конкурс у них такой у чиновников, кто более благочестив. Вот. Там еще губернатор Ульяновской области, очень интересный, конечно, человек со множеством достоинств в этом благочестивом отношении. Вот. А то, что случилось дальше, это вот очень интересный феномен. И это как раз история о том, как ульяновским курсантам начали сочувствовать. Тут есть две интерпретации. Такая циничная интерпретация, вполне реалистичная, правдоподобная, заключает в том, что другие студенты решили тоже на волне хайпа засветиться. Да. То есть, если вся страна обсуждает несчастных ульяновских курсантов, то чем мы хуже? Но поскольку в этой составляющей есть вот эта вот фигура в мундире, репрессивная. Угроза. Да. Цензор, угроза и далее по списку, то мне кажется, что даже вот если мы такие циники и видим в это исключительно хайп, то все-таки вот эта акция в поддержку или такое, ну, подражание ульяновским курсантам, это все-таки что-то большее, чем простое желание там подростков, молодых людей прославиться. Потому что здесь есть такая моральная составляющая, есть даже некая политическая составляющая, даже если люди, которые в этом флешмобе в поддержку курсантов участвуют, не вполне себе в этом отдают отчет. Я не знаю, вот с ними надо по большому счету разговаривать. Мои студенты там в высшей школе экономики, они, наверное, слишком снобы для того, чтобы в этом участвовать, хотя не знаю. А вот надо просто садиться с людьми, которые сняли эти другие новые ролики, и спрашивать, зачем они это сделали, задавать им много вопросов. Передо мной сидит человек из «Новой газеты», которая тоже сняла ролик, очень целомудренный, но как бы намекающий. Ну, понимаете, у нас, не знаю, у нас на доске объявлений в «Новой газете» висит очень смешное письмо из Торонто, куда уехала группа чеченских геев, их эвакуировали оттуда. И там письмо, что вот, спасибо вам за вашу публикацию, благодаря нему мы можем жить человеческой жизнью. И в конце такая приписка, приезжайте к нам в Торонто всей редакции, у нас здесь отличные нудистские пляжи. И мы себе представили просто, как вот выглядит редакция, которая приезжает по приглашению, ну, действительно хороший пляж, наверное, в Торонто, нудистский. Вот мы решили, что мы пока не готовы как-то это вот отвлекая от рабочего процесса, и слишком много, ну, в общем, какой-то мундир вот нужен хотя бы в виде свитера, да. Вот, и здесь, в общем, вот целомудренность нашего ролика, она тоже с этим как-то связана, мне кажется. Мы пока не совсем готовы вот предъявить естество. Но, тем не менее, не снять ролик вы тоже почему-то не могли. Ну, мы решили, что это хорошо, мы решили, что здесь интересная такая поляризация есть. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, но вот телеканал «Царьград» четыре дня назад дал замечательный сюжет или статью на сайте, где, значит, ведущий таким тревожным голосом спрашивает, представьте себе, что в интернете выложили видео, на котором ваш отец или дед женственно облизывает банан. И такая, значит, пауза, понимаете, барабанная дробь. — Действительно, мы сейчас подумаем об этом, у нас как раз перерыв, это особенность родила политики новой газеты, мы ушли на таком, я бы сказала, на такой высокой ноте, представьте своего деда, облизывающего банан. — Женственно самое главное. — Женственно облизывающего банан. — Главная такая гендерная окраска, конечно. — Семен сразу отреагировал на СМС, подумаешь, банан облизывает, а что он делал с капустой, если меня там нашли? — Не, ну просто я сразу вспомнил, что в Советском Союзе бананов не было, конечно, поэтому... — Ну как не было? — Конечно, их нельзя было ни женственно, ни мужественно. — А что зелененькое такое у нас пряталось в духовке месяцами? — Ну это какой-то раритет был, знаете, доступный избранным. — Ну, возможно, да, хорошо, возможно, в Москве бананы уже были в конце 80-х, ладно. Возвращаемся все-таки, возвращаемся к состоянию общества, потому что вот вы, с одной стороны, констатируете вот это вот метание мундиров, которые хотят как-то себя продвинуть в существующих условиях. Им очень трудно, потому что понять, что прилично, что неприлично, что свято, а что допустимо немножко с долей иронии, им очень трудно. С другой стороны, вы видите, что часть общества, может быть, кстати, не самая передовая, проявляет некую солидарность и самоиронию, и даже какую-то, я не знаю, даже какую-то отвагу определенную, да, так все-таки кого больше, как вам кажется? — Ну вот до тех пор, пока вот эта история в защиту ульяновских курсантов не стала сколько-нибудь массовой, казалось, что нам, ну, людям, которые в России живут, нам, в общем, все равно. Ну вот отчислить там каких-то курсантов, да и бог с ними, а нечего было танцевать, и что это, если каждый начнет танцевать, что же это будет? То есть, в принципе, ну, чиновники беспредельничают, если коротко, ну и ладно, мы уже привыкли. Вот, но вот эта история то ли про хайп, то ли про солидарность, а мне кажется, про что-то смешанное из того, из другого, это очень хорошая, на самом деле, история, потому что, ну, как бы, возвращаясь к Царьграду, это просто люди, которые говорят, не ваше дело, как мы будем облизывать бананы. То есть, вот мы как хотим, захотим облизывать бананы и будем. Вот, и, собственно говоря, нет никаких правил и там запретов, и вот этих пресловутых, там, не знаю, рамок допустимого и общепринятых моральных норм, в которых было бы сказано, да, что там курсант в фуражке не может прыгать на видео, значит, с обнаженным торсом. Вот нет такого правила. И поэтому, собственно говоря, это, в общем, недопустимое вмешательство начальства в частную жизнь граждан. И сюда же выстраиваются все остальные формы такого вмешательства в нашу жизнь. Когда люди на это так среагировали, тем более молодые люди, мне показалось, что это просто отлично. То есть, это просто история о том, что, дорогие друзья, это не ваше дело, как мы записываем ролики на Ютубе. С другой стороны, вот вы сейчас говорите про таких, как бы, как это, молодые люди здорового человека, в отличие от молодых людей курильщика. Но у нас есть эти и другие, как известно. Сейчас опять была волна, и я даже не знаю, я надеюсь, она закончилась, с разговорами о том, как молодежь учится плохому в интернете, и вот вам результаты в школах. А вот что в школах происходило, это можно как-то для вас систематизировать, там, я не знаю, вы можете какой-то сигнал для себя из этого вычленить? Понимаете, нам для того, чтобы по-хорошему об этом говорить, нам нужно, наверное, две вещи. Во-первых, нам нужны квалифицированные учителя и психологи, а их не то чтобы нету, а их просто на всех не хватает. У нас, ну вот, мне тут недавно писали заметку в газету о том, что просто у обычного учителя со всеми там перегрузками и переработками 40 часов классных занятий в неделю. Ну, то есть, это просто ничего больше нету, кроме вот бесконечной череды, там, пробубнил что-то и разбежались на перемену, и опять пробубнил. То есть, в этом смысле просто дети, вот эти, которые в школу ходят, они там брошены. Чем их родители занимаются? Ну, кому-то повезло, а кому-то не очень повезло. Вот никакого, никакой общественной жизни, связи с подростками, на самом деле, у нас нету, мне кажется. Ну, есть, понятно, много исключений, хорошие школы, гимназии, лицеи, но это капля в море вот такого российского среднего образования, и психологи туда же. Есть такая штатная должность, значит, вот психолог, ну, и, по-моему, тоже у них там переработки какие-нибудь, они для галочки все это делают, хотя, конечно, среди них много там хороших специалистов и квалифицированных людей. Вот, а вторая вещь, которая нам нужна была для того, чтобы всерьез об этом говорить, об этой проблеме там школьного насилия, это вот небольшое количество компетентных педагогов, не только большое количество компетентных педагогов, которые реально занимаются работой со школьниками, они просто уроки проводят. А это еще и нормальная социология какая-то. Вот, а социология у нас тоже, у нас и раньше-то все не очень хорошо было, то есть, вот осталась у нас одна социологическая служба Левада, которая как-то шевелится, да, но вот мы сейчас живем в ситуации, ну, вот про школьников-то они могут делать исследования, ну, понятно, что на всю страну их не хватает. Вот, а про политику они уже не могут. Ну, и так дальше там, да, там завтра этим так называемым иностранным агентам запретят и в школу тоже ходить, потому что ничего неизвестно, чему они там детей научат, когда будут свои соцопросы проводить. Ну, я так вот, как бы... Вы уже много интересных предложений сделали, я сижу. Ну, здесь, понимаете, здесь, да, здесь просто почти любое, как бы, любое сведение к абсурду в российских условиях выглядит как интересное предложение, к сожалению. Короче, на выходе мы про... ситуация очень простая. Мы довольно плохо понимаем, что происходит в России, в частности, с молодежью. Вот, правда, мы это просто плохо понимаем. Вот, например, скажем, там, год назад была эта громкая история о том, что в Забайкалье популярна эта молодежная субкультура АОЕ, вот совершенно такая криминальная, да. Ну, вот мы об этом узнали, ужаснулись, ахнули и, в общем, что, дальше пошли. Слушайте, у нас была... в новой газете началось, собственно говоря, целая, многомесячная история с синими китами, которая кончилась чем? Уже и в Индии боятся синих китов, в Финляндии. А чем она кончилась? Для меня это сложная история, потому что я ей там персонально не занимался, но я участвовал в нескольких таких довольно горячих обсуждениях. Все-таки я думаю, что редакция бы наставила на версии о том, что она кончилась спасением нескольких конкретных подростков, в первую очередь. А все такие проблемные и не очень хорошие последствия, да, там косвенно, это все-таки все вторично, потому что нужно было там конкретно действовать, чтобы просто кого-то там с крыши снимали, условно говоря. Вот, и поскольку у нас, мы живем в российской цензуре, то мы ничего про это рассказать не можем, потому что мы не можем называть имена обстоятельства, там, значит, вот этих действий, потому что Роскомнадзор... И для чего человек выходит на крышу. Да, и зачем, да, и слово тоже это произносить не можем, потому что Роскомнадзор нам все запретил, спасибо, значит, нашим депутатам, которые так о детях заботятся, что просто их проблемы обсуждать нельзя. Вот, и, короче говоря, когда мы эту ситуацию не знаем, то, вот смотрите, такая сложная история, как насилие в школах становится, ну, по сути, разменной картой в любой общественной дискуссии. То есть, если вы сейчас возьмете вот основных участников российской общественной дискуссии, ну, условно говоря, там, консерватор, сталинист, либерал, там, не знаю, еще кто-то, да, коммунистов, к сталинистам, наверное, туда, то каждый из них вам легко на счет три расскажет свою историю про школьников. Я чуть тоже было не начал рассказывать эту историю, но я все-таки, вот, мне кажется, что важно здесь отстраниться, понять, что мы мало что знаем, и поэтому вот дальше мы строим какие-то вместо социологии и социальной психологии, нормальной, адекватной, да, там, современной, такой гуманистической, как мне представляется, как она должна быть, мы начинаем просто делать какие-то политические догадки. Ну, вот, например, я разделяю, вот, мои политические взгляды мне, как бы, что подсказывает, какой вывод, да, наверное, здесь уже в эфире это тоже звучало, что насилие в школах связано с тем, что у нас ощущение безысходности, отсутствие будущего, и, значит, совершенно непонятно, зачем мы растем. А в Колумбайн то же самое было? Трудно сказать, понимаете, мы, с одной стороны, все смотрим на американские опыты, проводим параллели, а с другой стороны, общество в России и в США, динамика и структура этого общества очень разная. Ну, то есть, в США... А результат-то один? Ну, нет, в США, ну, да, ну, понимаете, ну, один и тот же результат может быть следствием разных социальных процессов, может быть, в чем-то похожем, а в чем-то нет, это нужно просто выяснять. Но вот, опять же, да, вот я не помню, вот у меня, я учился в средней школе в Кемерово в 90-е годы, там было, вот сколько хотите, насилие, но вот вроде бы, по-моему, никого не убивали и с ножами в классы не врывались, по крайней мере, я таких не только на своих глазах, но и вообще новостей таких не помню, может быть, было. Вот, и вот мои либеральные друзья очень правдоподобно пишут, что это потому, что было ощущение, что какое-то будущее у всех есть, мы чего-то хотим, и вот дальше там закончим школу и пойдем в этот, значит, сияющий прекрасный мир. А сейчас чего? Как бы у вас уже все заранее решено. Ну, вот прекрасные дети, которых никто не научил, которые искренне интересуются политикой. И они трогательными голосами объясняют, почему надо голосовать за Путина и почему Путин их президент. У них же наверняка должно быть впереди светлое будущее. Вот они-то точно не будут никого убивать в своей жизни. Я думаю, что это тоже очень сложная проблема, то есть нельзя сказать, что просто их обманули. Ну, во-первых, люди и там подростки, и взрослые сами любят обманываться. Надо во что-то верить, на что-то надеяться. А еще надо думать о том, а вот если я, условно говоря, рациональный человек и хочу прийти к успеху, вот что мне нужно делать в этой ситуации? Не стоит ли мне сказать, что Путин мой президент, например? Вот это очень такая... А вот, кстати, к вопросу о мундирах и запретах. А в этой ситуации нужно запрещать? Ведь вообще по закону агитация несовершеннолетних, политическая, она должна преследоваться. Ну, вот сейчас Роскомнадзор как раз, вы, наверное, тоже обратили внимание, распространил специальную справку о том, что любое там, ну, о том, как выборы освещать, да, и там был такой важный пункт о том, что вот любое изображение несовершеннолетних в качестве в агитационных материалах строго-настрого запрещено. Но понятно, что здесь о каком равенстве кандидатов можно говорить, понимаете? Просто есть дети, которые любят нашего президента. Какая же это агитация? А если есть дети, которые любят, например, Навального, который даже и не кандидат? Вот. А это вот политика в школах, понимаете? Это нельзя, да. То есть, понимаете, тут как бы как, тут вот политика в России ведь слово такое немножко ругательное. Приличное, да. Немного вот бранное, да. И когда вот учителя вот эти все многочисленные записи, которые школьники делают, как их учителя отчитывают за то, что они тащат политику в школах, вот поддержка президента — это не политика, это, не знаю, стабильность, дань уважения, ощущение, что мы жили и живем в великую эпоху с такими великими... Это патриотизм. Да. Это патриотизм, да. Вот видите, вот здесь вот мы пришли к важному различию. Значит, политика — это когда вы против патриотизма. И это грязная штука. Лучше туда не ходить. — Хорошо. Ну, скажите в заключение, пожалуйста, вы и с молодежью часто встречаетесь в силу преподавательской деятельности, и вот следите за всем, как журналист, разумеется. Есть ли какая-то новая тенденция за последние вот эти вот предвыборные месяцы? В обществе что-то меняется, как вам кажется? Ну, понимаете, выборы у нас, вот американские выборы, мы же тоже за ними наблюдали, да, и там... — И тенденции видели. — Да, и тенденции видели, но там ведь в чем основная штука, что у них президент выбирается на 4 года, а компания длится полтора при этом. То есть у них к середине президентского срока Трампа, то есть вот через год, на самом деле, начнется следующая избирательная кампания со всеми их там кокусами, значит, взаимными там обвинениями, публикациями, поездками, чем угодно. У нас президентская кампания говорит, а вот что вот за два месяца, вы меня спрашиваете, изменились? Действительно, ну, а что могло за два месяца измениться? Вот, у нас просто такая штука, понимаете, мы... президента избираем на 6 лет, все знают, как бы, что у нас очень хороший есть кандидат, который должен избраться, и мы должны, мы как бы, так, знаете, по-быстрому решили это сделать, сделаем это по-быстрому, это называется в России, да, ну, в принципе, выборы президента, тем более в России, это такая штука, которую вот можно просто симпровизировать так немного. Поэтому, конечно, нас поставили в такие условия, когда у нас избирательная кампания официальная вообще длится 28 дней, когда кандидаты могут агитировать. Ну, о каких социальных изменениях тут можно говорить за это время. Спасибо большое, Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новые газеты», был со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева, всего доброго.